В Бендерах во дворце детского и юношеского творчества состоялось торжественное закрытие фестиваля спорта в память о Леониде Ивановиче Перце, заслуженном деятеле физической культуры и спорта в Советской Молдавии и Приднестровья. Участникам и гостям церемонии презентовали фильм бендерского телевидения, посвященный 100-летию Леонида Перца. Фронтовика, ветерана Великой Отечественной войны, яркой личности, основателя спортивного движения в Бендерах, отдавшего спорту большую часть своей жизни. Сегодня мы с вами собрались отдать дань памяти легендарной личности первому председателю спорткомитета города Бендерин с 1947 года, фронтовику ветерана Великой Отечественной войны. Человек, который собрал хорошую команду тренеров после войны, это были фронтовики, кто без ноги, кто без руки, которые психически, психологически были изранены, пришли, находили пацанов на улице обездоленных, без отцов, без матерей и делали людей. И настолько высоко был полный флаг, это идеологическое воспитание было молодежи, что в итоге появилось поколение уже грамотных тренеров, которые окончили высшую учебное заведение. И все это направлял Леонид Иванович Перец. Инициатором проведения ежегодного фестиваля спорта выступила с дюшор борьбы имени Геннадия Баданова во главе с ее директором. Соревнования прошли на разных спортивных площадках города. В программу фестивального турнира вошли все виды, в которых преуспевают бендерчане. Сегодня маленький город Бендеры на спортивной карте мира имеет значительные успехи. Но самое главное, что не только призеры мира Европы Олимпийских корректов города Бендеры, это прежде всего тысячи и тысячи ребят и девчат, которые стали достойными гражданами нашего общества. И сегодня мы в этот год отмечаем столетие со дня рождения Леонида Ивановича Перца. И прошел десятый юбилейный турнир. В прошлом году нам не удалось по известным причинам провести соревнования. И сегодня я хочу доложить, что сейчас заканчивается соревнование еще по футболу, а в течение 10 дней на всех спортивных базах города Бендеры по 10 видам спорта участвовали наши учащиеся и представители спортивных школ. Свыше 700 учащихся, я имею в виду город Бендеры, вместе с приезжими из Молдовы и с Приднестровья спортсменами, участвовали в соревнованиях по шашкам, шахматам, настольному теннису, волейболу, баскетболу, футболу, борьбе грекоимской, борьбе самбо, борьбе дзюдо. И вот сегодня футбол и гребли. Несмотря на то, что у нас сегодня есть проблемы, мы высоко носим флаг Приднестровья, флаг спортивного города. Заслуженных тренеров города и ветеранов спорта чествовали на церемонии награждения. Им вручали почетные грамоты и кубки. В их адрес звучали слова благодарности, поддержки и добрые пожелания. Ведь каждая их победа – это не везение, а многолетний ежедневный упорный труд. На многолетнюю успешную подготовку спортсменов международного класса награждается руководство специализированной детской южной школы Олимпийского резерва номер один. Для награждения приглашается заслуженный тренер, ветеран спорта, кавалер ордена трудовой славы Раиса Пезлова. За многолетнюю успешную подготовку спортсменов международного класса приглашается руководство «Эстус-шор» номер два, Сандукса, директор школы Сандукса Андрей Георгиевич. Это игры волейбол, баскетбол, достойный теннис. Сам прошлый известный спортсмен играл в волейбол в Европе. Новый директор, подающий надежды, Сандукса Андрей Георгиевич. За многолетнюю успешную подготовку спортсменов международного класса приглашается директор школы легкой атлетики, королевы спорта, Голинский Василий Семенович, мастер спорта, заслуженный тренер, кавалер орден трудовой славы. Спасибо. «Эстус-шор» номер четыре. За многолетнюю успешную подготовку спортсменов международного класса приглашается директор школы, заслуженный тренер, кавалер, беда и трудовой атон, трудовой доблесть, Кубан Николай Степанович. Шашки, шахматы, футбол, бомбол. Приглашается руководство знаменитой школы бокса за многолетнюю успешную подготовку спортсменов международного класса. Известный в прошлом боксер, директор школы, с 20-летним стажем мастер спорта, кавалер ордена трудовой славы, трубиким Виктор Васильевич. Виктор Владимирович. Ну и наша стабилизация, наша гордость, шор-препри имени Туфанюка приглашается исполняющая директора Боченкова Алены Ивановны. Ну и виновники торжества, где в последние годы, а не прошлые годы, а в 15 лет работал Леонид Иванович в качестве методиста, школа борьбы, с которой я возглавляю ни много ни мало, 29 лет. Вот, я прошу вручить моему заместителю, молодому поколению, я думаю, что это наше будущее, и мы должны готовить кадры на будущее, воспитывать, и продолжать наши традиции. Я хочу поздравить Иосифа Бравовича Гириса, он руководитель, руководитель с большой буквы, сегодня здесь присутствуют все руководители спортивных школ, нам есть чему поучиться и управленцам, и руководителям спортивных школ, поучиться организации мероприятий спортивных, поучиться болеть за свою школу и ее любить, свою школу. И я думаю, что результаты, которые школа показала, здесь огромный свой вклад, относится и Иосифа Бравовича Герис. Поэтому, Иосифа Бравовича, мы хотим пожелать вам здоровья, творческих успехов, и еще долго-долго оставаться на спортивном поприще. Поздравляю вас. Приветственный адрес от имени главы города зачитала его заместитель по социальным вопросам Светлана Познанская. За прошедшие годы фестиваль помог многим ребятам стать профессиональными спортсменами, обрести путевку в жизнь. Соревнования не только воспитывают в его участниках дух соперничества, волю к победе, но и дают возможность обрести новых друзей. В свою очередь отмечу, что руководством республики и города делается все возможное для развития спорта. Без этого мы не можем говорить об успехах в спорте, в высоких достижениях. Поэтому мы строим спортивные площадки, футбольные поля, практически с нуля восстановили стадион, открыли бассейн, отремонтировали грибную базу. Выражаю искреннюю благодарность организаторам соревнований за то, что провели состязания на высоком профессиональном уровне. От всей души поздравляю участников фестиваля, желаю и в дальнейшем бодрости духа, честных поединков и ярких побед. Здоровья всем! Благополучие и покорение новых высот! За всю историю бендерского спорта 11 воспитанников школ Олимпийского резерва успешно выступили на Олимпийских играх. Среди них Виктор Скворцов, который вошел в десятку сильнейших спортсменов мира. Горинский Василий Семенович подготовил двух участников Олимпийских игр. Это Феодосия Чумаченко и также подготовил Ефима Моцпана. Спасибо вам большое и выдающихся успехов в дальнейшем. Для награждения приглашается заслуженный тренер Республики Молдова и Приднестровской Молдавской Республики по легкой атлетике Шепелев Николай Иванович. Который подготовил двух участников Олимпийских игр. Светлана Ткач и Валерия Влас. Николай Иванович Шепелев. Спасибо вам большое. Приглашается участник Олимпийских игр Трех Олимпийских игр. Спортсмен очень тяжелого вида спорта спортивная ходьба на 50 километров. Заслуженный мастер спорта Приднестровья мастер спорта международного класса Федосей Чумаченко. Ядократный участник Пятого мира Европы Валканских игр. Кавалер ордена Трудовая слава Федосей Чумаченко. Спасибо большое. Для награждения приглашается выпускник школы борьбы знаменитый борец участников двух последних Олимпиад Виктор Творцов мастер спорта международного класса Кавалер ордена Трудовая слава борьба борьба почета Ребля Ребля Каной Воспитал Алексея Каравашкова Брозного призера чемпионат Олимпийских игр 30-х Кавалера ордена за заслуги перед Отечеством в составе сборной России Большое спасибо Вы знаете с опозданием на один год в связи с пандемией в этом году прошли очередные Олимпийские игры Представительство нашей знаменитой школы художественной гимнастики в составе сборной Италии завоевало бронзовую награду Приглашается для награждения тренер Раиса Алексеевна Песнова заслуженный тренер Кавалер Ордена Трудовой Славы и аккомпаниатор кореограф Кавалер Ордена Трудовой Славы Шабалина Наталья Григорьевна подготовший вагулян Таниелу розово-призер Олимпийских Хельс в составе сборной Италии Спасибо большое Я хочу присоединиться к словам Светланы Георгиевны И я думаю что то поколение которое готовит должно готовить сегодня смерть преемников и тот флаг который нам заложил победители Великой Отечественной войне а мы потомки народа победителя советского да мы дети внуки и так далее и мы должны побеждать пока мы побеждаем мы сильные и передать эту эстафету победителей следующим тренерам кто не ставит перед собой высокие цели он никогда их не добьется за победу спасибо по традиции кубками за честь бендер во славу спорта наградили ветеранов бендерского спорта это заслуженные тренеры мастера спорта представители школ борьбы бокса и легкой атлетики воспитанник школы бокса зам директора завода аппаратура Валерия ордена трудовой славы отца нашего олимпийца Николая спортсола но продолжая вид спорта бокс награждается знаменитый советский советский боксер который достойно выступал на спартаке народов СССР мастер спорта кавалер ордена трудовой славы директор школы бокса Виктор Трубицин Спасибо Ну и продолжая тему бокса Николай Иванченко мастер спорта победитель турниров дружных арм неоднократный чемпион и притер международных соревнований заслуживает тренер республики Николай Иванченко Вячеслав Мортынов отличник физкультуры и спорта греко-лимская борьба Памятной медалью за многолетние достижения был награжден директор школы борьбы имени Баданова Иосиф Герес По предложению наблюдательного совета Некоммерческой организации Благодарительный фонд Ветеранной контрразведки России и по поручению президента фонда за многолетнюю многогранную плодотворную общественную деятельность позвольте мне наградить Гереса Иосифа Брамовича памятное бежание Положено что сказать Служу Советскому Союзу А мы воспитанники Советского спорта и Приднестровской Молгарской Республики как частицу Советского Союза что наши соседи раздражают От лица депутатов Бендерского городского совета Михаил Шайдуров зачитал поздравления и пожелания спортсменам и их наставникам не останавливаться на достигнутом Грамотой награждается специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва борьбы имени Баданова за вклад в воспитание подрастающего поколения популяризацию здорового образа жизни организацию эффективного тренировочного процесса высокие спортивные результаты а также формирование воли к победе и лидерских качеств у воспитанников так как у директора школы директора дорогие друзья продолжение хочу доложить что в этот тяжелый год несмотря на беду общую школу борьбы осталась вверх традициях завоевала 4 медали 2 медали серии брон на переносе Европы и бронзовый на чемпионате мира привез представитель единоборства Шилов Сергей медаль завоевала бронзовую наша воспитанница Гавриленко Саша и медаль завоевал наш ветеран Валерий Муравский борьба с ДО вот и сейчас в настоящее время наши два представителя борются на Кипре на чемпионате Европы среди кадентов по борьбе дзюдо поэтому ну а с выше 50 спортсменов только с сентября месяца по вчерашний день когда закончились последние республиканские соревнования завоевали 50 медалей чемпионата республики призовых медалей медалей за 1-2-3 место на чемпионате республики Молдова у нас растет большая смена у нас идет планомерная преемственность школа высоко несет флаг праздничное настроение в этот день задавали и выступления артистов которые также присоединились к поздравлениям и добрым пожеланиям в небольшом городке в бенберге в бенберге пела пенсии актриса на чужом языке сказки мельского леса кто нас слышал в кино это было недавно это было давно прошло артистах тихо герой герой к всему нам лавер как воз нуж на выходи все рекорды наши звуки на Субтитры создавал DimaTorzok